доброй ночи это михаил лобковский программа взрослого взрослых ночная сегодня я хочу поговорить о той теме которые волнуют больше чем все остальные темы в практически в каждой передаче его даже не читая этот вопрос потому что он самый распространенный это вопрос о том как быть со своей заниженной самооценкой проблемой заниженной самооценки и самый главный вопрос как ее повышать ли то что понять что вообще со своей самооценкой сделать нужно ответить на несколько вопросов и еще хочу сказать что вот сегодняшний эфир зависит от того насколько это очень сложно говорить о себе особенно если у вас заниженная самооценка у вас есть с этим проблемы если вы себе не нравитесь если вы себя не любите если вы внешне себе себя не устраиваете говорить об этом тяжело но если вы хотите себе действительно помочь то надо откровенно говорить как есть потому что люди обычно стесняются на эту тему вообще разговаривать я это говорю совершенно ответственно потому что когда с такой проблемой приходит в консультацию то буквально особенно у женщины до собственные у мужчины хотя мужчина меньшей степени с такими проблемами ходит психологу обращаешься напрямую вот конечно что он не нравится там грудь нос глаза что конкретно женщина краснеет белеет потеет и молчит очень долго приходится вытягивать но если вы не состояние это сформулировать то решить проблему тем более будет невозможно возвращаясь сначала разговора для того чтобы вообще что-либо со своей самооценкой сделать надо кое-что понять во первых надо понять как я уже сказал что именно вас себе не устраивает внешние данные какие-то ваши качества какие-то особенности характера телосложение это может быть все что угодно это может быть образование происхождение кому-то не нравится его фамилия или имя это абсолютно так сказать человеческой фантазии в этом смысле безгранично второй принципиальный вопрос без которого невозможно продолжать этот разговор почему и каковы истоки неприятие себя то есть почему вы себе не нравитесь что у вас произошло когда-либо с какого момента вы это почувствовали что на или кто на это повлиял но классическая такая фрейдийская естественно идея это родители которые зачморили еще в глубоком детстве дальше начинается сверстники которые могли там травить вас еще в школе или даже в детском саду может быть особенные переживания пришлись на пубертатный период когда вы почувствовали что вы там не востребованы вы не нравитесь может быть вы попали в такую социальную среду где вы чувствовали себя ущербно что вы не дотягиваете и так дальше и здесь важно что о вас говорили другие люди потому что люди занижены самооценкой я все время об этом напоминаю они не даже а самооценки говорят они говорят об оценке себя другими они как бы смотрят на себя чужими глазами и здесь очень важно понять какого мнения вас окружающие и следующий вопрос вытекающий из этого сравнивать или вы вообще себя с другими людьми потому что очень многие люди страдающие за нежной самооценкой они вообще любят в разговоре посетует на то что у меня вот так же и складывается там а у пети или у маша вот так я такая вся страшная она тоже такая красавица и так дальше если вы зависимы если вы завидуете другим людям и зависимы от других людей это тоже проблема потому что зависть и зависимость это впрямую имеет отношение к заниженной самооценке еще интересный вопрос попробуйте проанализировать это же на него ответить если взаимосвязь между тем как вы к себе относитесь и как складывается ваша жизнь связано ли это каким-то образом друзья мои еще раз напомню что интересно будет этот эфир провести в том случае если вы будете откровенны если будете откровенны звонить и говорить о себе если вы будете откровенны писать о себе если вы просто зададите этот вопрос который я уже сказал занимает наверно 70 процентов вообще всех вопросов программы независимо даже от темы так как повысить свою самооценку то мы с вами будем топтаться на месте и у нас будет такие общее рассуждение ни о чем если вы действительно хотите решить эту проблему надо действительно копнуть в себя что называется и честно рассказать кстати вы почувствуете облегчение может быть даже кто-то почувствует как его самооценка поднимается потому что когда человек преодолевает этот барьер и начинает вслух говорить о себе критически говорить о себе то он избавляется от многих вещей таких как стеснительность таких как неуверенность в себе и так дальше без этого как я уже сказал разговор наш будет ущербный так что шире плечи выше грудь татьяна доброй ночи доброй ночи но продолжайте выясняетесь а я бы хотела вот задать такой вопрос это у меня уже детства занижена самооценка потому что я не люблю свое имя и вообще фамилию а какая у вас фамилия на фамилиях 4 а что мне нравится в имени что мне нравится фамилия я не знаю просто из детства не как-то дразнили но дразили и по имени и по фамилии ну в общем то большей частью как-то клички присваивали различные у вас были клички ну там и антилопа была кличка не знаю почему очень-то красивые животные да а мне вот не нравилось всегда я думал что я хуже всех вообще сего с бегемотом позвали бы неприятнее наверное было бы хуже татьяна вот давайте начнем с имени да вообще-то интересно то что вы сейчас говорите с этим редко сталкиваешься что вашим имени вам не нравится если я правильно ставлю вопросы для вас это имя чем-то ассоциируется на ну вообще-то имя то неплохую сама но она и совместима с фамилией понимаете то есть имя русская фамилия фамилия как чья нет я понял ахачатурова это какой национальности фамилия у меня отец армии на мама русская и вы за это диссонансы между фамилии не взлюбили сразу ли то и другое еще отчество есть татьяна до 4 татьяна рафаиловна хочется тоже не нравится родители ваш конфликтовали да конфликтовали было да я намекаю на происхождение не любит имени и фамилии окружающие были конфликты они развелись в они вместе же развелись и да давно уже а когда они конфликтовали на национальной почвы другая не обвинения не национальный почему не это не конфликт на национальной почве я понимаю таскать в полу конфликта они друг друга не обзывались как-нибудь но именно национальной почве нет 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 в школе у вас были проблемы с одноклассниками и за но имеем не очень сложно представить их можно дразниться из-за имени татьяна знаю как бы в россии ксенофобии можно за там предположить что наверно могли дразнить за фамилию ну я вообще было по жизни школе практически не было друзей почему-то со мной не дружили а родители как вам относились а родители детстве да к вам плохо в чем это выражалось ну в том что они были заняты собой то есть никак не относились ну да то есть мама была занята работой отец в общем-то гулял хотя на вам сколько лет но мне сейчас уже много лет не уже за 40 когда вы были маленькой а шарит или читали вас привлекательные о нем говорили что вы тем этом вообще не говорили неплохого нехорошего нет не мама не папа нет ни мама не папа только так иногда обращали внимание какие-то праздники там или дни рождения они вас критиковали за что-нибудь ругали отец был вообще у него была авторитарный стиль воспитания ругали за что например но в учебе там не дай бог двойку получишь это вообще скандал в детском саду если не спала например тоже были за это ругали я могу предположить что когда это было в школе в детском саду но как бы можно объяснить жесткостью детей сейчас вам за 40 до испытывайте вы какие-то проблемы за имени и фамилии и отчества ну сейчас данный момент но в принципе сейчас уже гораздо меньше но тем не менее все равно покажешь хотелось поменять но поменять если хочется хотя это вряд ли решит эту проблему я думаю что нет да не решит а вы мне лучше скажите вы не говорите нет вы говорите гораздо меньше а вот то что мало и осталось в чем выражается у взрослой женщины ситуация когда ее я не знаю там унижают или обзывают или как-то критических не относятся из-за имени или фамилии объясняет где это в чем выражалось но фамилия в имени сейчас тоже как-то не очень-то выражает конечно это но в данный момент мы 10 лет назад 20 лет назад год назад где мы сталкивались с проявлениями негатива к себе в отношении только их вас зовут какая вас фамилия нет нет не сталкивалась уже как-то внутренне то осталось это все вы знаете я думаю что вот вашем случае проблеме проблема 2 первое вы сами об этом говорить это конфликт между родителями что буквально вот есть такие совсем простые ситуации когда это вещи очень понятно да когда родители конфликтуют между собой вы как бы между ними открываетесь то у вас так сразу получил что имя и фамилия одновременно стали там не очень приятно и второе что так как они и к вам относились не лучшим образом то это уже вылилось как бы в нелюбовь в себе вообще не только по поводу имени и фамилии и тогда возникла иллюзия иллюзия заключается в том что если поменять что-нибудь вот чисто внешне тому и взять другое имя и другую фамилию твоя жизнь будет другая это действительно иллюзии которые очень многие страдают но самая простая история женщинами когда они там волосы перекрашивают или делают пластическую операцию и так дальше есть такое ощущение что стоит мне что-нибудь подвинуть поменять и будет совершенно другая жизнь так как к сожалению так произошло что ваше детство пришлось на конфликт родителей впоследствии на их развод то вот эта проблема она во первых осталось что вы как бы с этим повзрослели с этой негативной истории ощущаете себя и и окружающий мир негативно и осталось неприятие к имени и фамилии а с этим надо работать вы тоже должны понять я не смогу эфирное время не позволит разбирать очень долго каждую ситуацию татьяна хочу просто поблагодарить за ее смелости решительность паша на первое то позвонил и негативно о себе и о родителях в общем-то правдиво достаточно рассказал догадываюсь что это было трудно если вы внимательно слушали татьяну то вначале татьяна говорила медленно немножко запиналась вот неуверенность в голосе конечно было наталья из петербурга доброй ночи добрый вечер я хотела узнать если у меня иногда недостаточная самооценка иногда ну может быть до вышли на иногда или касательно каких-то определенных аспектов жизни то есть я вакц вопрос переформулирую это настроение зависит или зависит от чего-то того что у вас есть не знаю вот я хотела узнать насколько это объективно вообще насколько есть и такое понятие как объективная самооценка объективная самооценка если исходить из слова самооценка то как вы себя сами оцениваете а то что вы сейчас спрашиваете это вы пытаетесь понять если какие-то общие критерии там скажем привлекательность или непривлекательность это же не самооценка это вы же начинаете ориентироваться на мнение окружающих понимаете в чем разница ну в общем то понимаю но тогда вопрос есть смысл повышать самооценку ли или если смысл переделывать себя тут вот здесь есть объективные факторы да если вы объективно в себе чем-то недовольны вот я например могу себя себе сказать что у меня есть серьезный недостаток мне много недостатков на один недостаток сильно отравляет жизнь я человек достаточно ленивый вот видите вот это то чем можно и необходимо бороться не нужно этим хвастаться и говорит вот я такой это такая у меня особенность когда тебя говорит там недостатки которые там плавно перетекают достоинства ничего достойного в этом нет при этом лень чтобы вы тоже поняли это может быть недостатком это такое народные слова психологии отсутствует психология трактует лень как две проблемы проблемы с волей с мотивацией для еще нибудь одним из этих вещей в наталья вот то что вы сейчас меня спросили наверное особенно женщинам присущи то нравится себе то нет это нормально это в рамках нормы когда вы подходите к зеркалу вас одно настроение вы посмотрели на себя и все вам понравилось если у вас плохое настроение посмотрели на себя вам не понравилось вот тут начинаются ошибки вы начинаете делать разные прически менять цвет волос менять туалет и настроение то твой не полу не повысится и самооценка тоже потому что это вопрос вашего состояния на этот момент надо с ним работать они с тем что вы видите в зеркало юля пишет а то я совсем забросил монитор юля пишет цинизм прямой путь повышения самооценки юля вот к сожалению прямо наоборот цинизм это защитная реакция при заниженной самооценки и кстати юмор ирония особенно это тоже защитная реакция людей ранимых и хрупких но совсем классический пример человек который наверно мы все с вами любим и обожаем михаил михаил живанецкий который просто является сказать вершиной ирония в русской литературе современной честно говорит о себе на своих концертах что всегда был там маленький ходил с братом высоцким красавцем там снимать девушек и вот за счет брата выезжал видимо комплексовал из-за этого юности любит об этом поговорить кстати я помню как-то на одном на его юбилею рассказывал что он понял как жизнь несправедливо уткнувшись носом в чей-то ремень в трамвае то есть он не роста небольшого и вот эта ирония его отчасти может быть порождена его какими-то такими детскими комплексами но знаменитой истории про воде алина фильмы которые многие из вас видели воде алина во всех фильмах его партнер самые красивые женщины голливуда там и роль джулии робертс кстати жена у него была фейденой тоже не очень страшно и мягко говоря девушка вот люди так любят при одну могут не все преодолеть свою самооценку заниженной и она в черта выльется и в творчество в частности это повышает самооценку ольга доброй ночи у меня такой вопрос у меня у меня 26 лет проблем внешность в детстве проблемы с внешностью нет это про какие-то развивалась но вот у меня в принципе очень не повышен волосат на теле на лице вот я общалась с врачами но не лечь практически не упирает повышенная волосатость но у всех волосы растут у женщин как вы догадываетесь они тоже существует но речь это какой-то патологии или речь это о каком-то болезненно восприятие собственной волосатости но отчасти да это вот именно наверное больше восприятие это не всегда и не везде а вы можете тогда рассказать вот что такое повышенная волосатость как вы это понимаете про себя но то есть например там ну вот ночь такой покров там на руках темные волосы да понятно вам это мешает но в общем да врачам сказали что ничего нельзя сделать включает там эпиляции всякое удаление на удаление какое-то время вам сейчас 26 лет до вас молодые люди были но похожи малые да много они просто выделили кто-нибудь из них обращал внимание на вашу повышенную волосистость ну вот вам мужчины говорили но как бы это было еще давно молодой человек провел по лицу на щеках на вас прямо щетина на щеках но она не совсем щетина на щеках но это не всегда удается ну и я очень болезненно вообще как реагирую на все темы когда это возникает а темы эти возникают иногда просто разговаривать человек там может что-то упомянуть но например или вспомнить что-нибудь конкретные буквально там по днях общалась в котором я встречалась ну там пошел вопрос там о сексе он говорит ну там допустим вот но не возбуждает меня женщина ну не может меня группа будет женщина с волосатой грудью ну но на груди я прямая волосы растут вокруг соска в основном они многие на не очень понимают чем идет речь это не мужская волосатая грудь ну то есть надо решила наверно вот именно таком типе как бы мужской ну большинство женщин есть волосы и на груди в частности есть тут просто разница да у некоторых во-первых волосы светлые тонкие мягкие поэтому их не видно и у одних поменьше у других побольше да но людей которые совсем таскать отсутствует волос их очень мало если вы так я не знаю да я не врач я не врач то есть не специалисты в формате этим занимается кожники или очень никто вот я не не то и не другое да поэтому я не могу сейчас вами на медицинскую тему рассуждать я могу сказать другое что если это данность то есть с этим ничего сделать нельзя хотя это не совсем так вы знаете что частично можно да можно брать из груди из лица волосы и там если усы растут или борода это тоже все достаточно успешно эпилируется уже не один десяток лет женщины бреют ноги и удаляет волосы снова другими способами руки правда трогать не надо я думаю то у вас есть выход из этой ситуации принять себя такую какая вы есть ну то есть ну я как бы вот смотрю грубо говоря на других женщин и понимаю что вот блин вот она красивая я по сравнению с ним ну грубо говоря человек там ну низшего качества вот наташа что-то хочется вам сказать только вы знаете я знаю очень много женщин которые без волосатости смотрят на других женщин и говорят вот блин вот они красивые а я нет то есть эти проблемы это они не только у вас не только из-за волосатости мне кажется это возникает очень большого количества женщин у кого-то не нравится там жидкие волосы на голове кому-то не нравится длинный нос кому-то там косые глаза правильно сейчас заметил но мы можем там даже не переходить с косоглазия на волосаться представьте себе что вот если вам надо было выбрать да или вот так как вы покрыты волосами или вас вообще нет волос и в частности действительно на голове три волосина вы бы что выбрали воля то есть вы согласились бы что у вас нигде не росли волосы носили бы парик я правильно вас понял это я не знаю наташа права потому что кому-то что-то в себе может всегда не нравится но если я подчеркиваю это данность то я просто надо принять такую какая она есть есть два варианта или вы меняете ситуацию если она меняется или вы принимаете если вы принимаете то вы не как бы уже не акцентируете внимание на этой проблеме это перестает быть проблемой сначала для вас а потом окружающий вас начинает воспринимать не так как вы думаете то есть скажем более позитивно относится к тому что они видят как возникает ситуация когда вам там мужчина или подруга я не знаю ли родственники там говорят по поводу избытка волос на теле вы сами комплексуете и это поведение провоцирует у окружающих там попытка пожалеет вас что им или реплику мыть отпустить там пошутить на эту тему и так дальше если вы сами к этому никак не относитесь как я уже стал как данности что я да вот такая ну называется не нравится не ешь буквально да то другие люди начинают с этим считаться и они начинают вас воспринимать с вашими же глазами то есть они не находят у вас повышенную там волосастости как правильный волосистость наверно волосатость волосатый старт вот они начинают на это обращать внимание исключительно и только потому что вы сами на это обращаете внимание сами за это вы переживаете здесь есть такая взаимосвязь при этом я не хочу сейчас утешительные примеры типа про царицу савскую известную историю просто скажу что да я еще скажу больше одно процент савской это бог с ней это не так интересно то что я видел своими глазами я был в друзской деревне и друзья такая народность женщина не бреют усы а усы у них черные достаточно густые вот так вот в деревне там все они красивые люди все ходят в белых одеждах приезжаем в дружскую деревню и видишь идут просто толпа женщин с такими черными усами и когда это много и когда они достаточно так гордо при этом вышагивает это действительно не уже не режет глаз при этом они могут вполне заняться эпиляции они принципиальных не бреет это видим как связано с традицией религии не знающим марина доброй ночи я вот звонил по поводу того что вот вот недавно женщина звонила последние по поводу волосатости я хотела вот ей бы вот к ней обратиться мне уже 52 года и у меня была тоже проблема это вот четыре с восемнадцати лет и игру и кубок и на лице вот я элементарно это было еще вот в 80-е годы подписки так где-то даже 70 мне пришлось просто пойти к эпилятору и я очень успешно решила этот вопрос у меня абсолютно сейчас нет никаких не следов и тогда не было следов то есть они после этого перестали отражать когда они просто не растут это было какое-то вот временное явление они были черные длины и этого ужасно конечно но я так понимаю что у ольги еще проблема она стала с гормонами которые могут провоцировать рост волос и если подлечить гормоны и вместе эту две процедуры сделать я так понимаю можно избавиться от этого насовсем хотя я не верю что это нужно делать потому что я сейчас вспоминаю в москве есть такое кафе где в кроме того что там вы едите пьете кофе стоят еще альбомы фотографии там живописи так дальше их можно смотреть можно купить и там есть несколько альбомов который называется они по моему американские альбомы эротика 60 70-е годы там соответственно эротические фотографии 60-х 70-х годов когда еще были славные времена женщины не брели не лапки не подмышки у них такая достаточно густая растительность производит такое обстал приятное впечатление сейчас уже таких людей на практически не осталось уж подмышки то точно все бреют а в 60 70-е годы где-то не вне было придет и потом даже в сша не было принято это вопрос принятие или непринятие вот как я уже сказал что если отнестись к этой ситуации как данности то с этим можно замечательно жить не просто жить замечательно жить если это не получается тогда нужно эту проблему решить а занявшись и гормонами и удалением эпиляции волос то не здравствуйте все таки как преодолеть тревога моем детородного возрасте мне 39 не замужем деток нет а у меня есть любящий меня свободный мужчина я его люблю но живем в разных странах то мое предложение развития отношения хочу приехать чтобы узнать его лучшему лично уже знакомы началом просил не даете подождать до лета теперь отмолчивается я семью хочу лично где-то хочет держать себя не получается помешан на ребенке я хочу повысить самооценка мне 39 лет таня вот вас ситуация совсем простая ваша самооценка не то что повысится просто выскочит как только вы поймете что если ребенок нужен вам то и рожать его надо для себя независимо от того есть вас семья или нету да как вы связываете две проблемы в одну вам 39 лет вы волнуетесь что вы переходите в разряд 100 родящих а это влечет за собой много проблем а ваш мужчина как бы не мычит не теряется что называется и вы сами за эту всю ситуацию тормозить это вот так увеличиваете свою тревожность и понижаете свою самооценку как только вы скажете себе что я хочу детей и мне плевать есть у меня муж или нету во все станет сразу на места и вы не будете ни от кого зависит не будете ни на кого давить потому что вы не можете а то что он хочется семью и детей требует от мужчины чтобы он также думал как вы не должны решать эти ваши проблемы а если вам было 25 лет вы бы не не доверяешь впереди было бы еще куча времени так нельзя вы когда это осознаете и примите решение что вы хотите детей это ваше желание она может напрямую не связано быть с наличием у вас мужа и семьи то во все будет нормально и с детьми с самооценкой сергей это первый мужчина который нам сегодня звонит доброй ночи здравствуйте вот хотел с вами поделиться по поводу темы передачи по поводу занированных самооценок как будто насколько я понимаю моя занированная самооценка заключается ну как я вот понял что она у меня есть значит я это понял из того что значит у меня были две значит влюбленности обе неудачные и вот скажем вот за этой любовью номер два я уже не видел сколько года четыре я уже был во многих городах и вестях то есть она живет в одном городе я уже много где пожил после этого прошло четыре года я как бы они довольно часто вспоминаю и насколько я понимаю причина по которой значит это происходит видимо заключается в том что вот есть этот привязанность невротической скажем так на основе вот занированной самооценки вы знаете надо понять что люди до друга могут просто не подходить если так рассуждать что у меня заниженный самооценка потому что женщины которые я люблю бы не отвергла значит во мне что-то не так а вы знаете очень многие люди когда у них не складываются отношения она даже сразу не складывается или через короткое особенное время они этот вопрос задают что во мне не так там чем я тебе не нравлю чем я тебя не устраивают чем я плохой или плохая вы друзья мои должны понять что вы замечательные тщательные но не все люди обязаны подходить друг другу это никак не связано с вашими внешними данными просто вот нечеловеческими человеческими качествами это связано с совсем простой вещью никто не может объяснить почему наташа нравится петь и не нравится коля и почему петь и лучше или хуже коле и что в одном не хватает а в другом в избытке и так дальше я как-то рассказывал вот по этому поводу был совсем смешной эпизод из замечательного фильма джадом лоу где он играл и забыл уже по мою историю моей жизни назывался на сейчас точно не помню я знаю что слушатели знаете все фильмы и точно подскажут название он играл водитель лимузина но джет лоу красавец ему там 25 лет по фильму примерно он спит со всеми подряд и спит с женщиной который старше его она богатая он такой полу альфонс и все замечательно но он считает что с его стороны просто одолжение подарок то что он занимается сексом женщина который ему в матери годится однажды он приходит к ней домой а с букетом цветов то есть он решил даже до этого снизойти она ему дверь не открывает он начинает там толкаться стучаться она в результате недовольный выходит в отчете бина да и он понимает что она не одна и он задает вопрос а чем он лучше меня на ему отвечать дом моложе это при том что ему самому немного за 20 так что вы знаете тут дело такое не в том что вы лично чем-то не устраиваете ли вас есть какие-то недостатки поэтому вы чем-то ущербны а другой чем-то лучше просто люди сходятся на такой тогда странные непонятные почве и у них влечения и привязанности связаны и с детством и с какими-то моделями поведение или с какими-то образами тоже из детства мужчин и женщин что даже ты может все голову не ломать почему там вы это женщина вас не хочет или этот мужчина вас не хочет вот потому это надо принять как данность более того чтобы не было обидно я скажу вот следующее что а нет смысла хотеть это хотеть то что хотеть не надо потому что у людей явно несовместимости и люди человек другой как бы дает понятие прямо говорит о том что как бы он в этих отношениях не заинтересован просто пытаться реализовать свою навязчивую мысль да абсолютно бессмысленно потому что вы такой какой вы есть и вот такого вас вот этот человек не воспринимает начать мимикрировать и меняться для того чтобы быть этим человеком востребованным это абсолютно бессмысленно это уже не вы поэтому надо просто понять что так жизнь устроена что одни люди нравятся нам другие люди нам не нравятся зато мы им нравимся и тут есть море несовпадения и жизнь в эту смысле абсолютно несправедливо как нам кажется и очень редко случается когда одинаковые мы нравимся и нам человек нравится это это не знаю счастье везение кстати тоже ничего не гарантирующие это данность надо ее как данности воспринимать владимир пишет здравствуйте михаил у меня очень завышенный самооценка я веду себя так будто я царь остальные холопа я не знаю чем это объясняется не отличаясь красотой ему вообще никаких особых достоинства у меня нет что можете сказать но владимир тоже касается завышенной самооценки это тема отдельного разговора по этому поводу сегодня мы говорить не будем но то что вы пишете о себе что и ведете себя с людьми сверху вниз как царь остальные холопы как вы пишете это может связано быть с некими внутренними страхами потому что в идеале с людьми надо вести себя вообще-то на равных до что вы как бы братья и сестры не знаю когда человек начинает обособляться то у нее есть какие-то комплексы за которых он близко людей все что ли не подпускает это уже вопрос заниженные самооценки в каких-то проявлениях где вы имеете слабые места из-за этого дистанцируетесь от людей дистанцируетесь именно таким образом это не связано вы пишете там не отличаясь красотой умом и и так дальше люди может быть вас так воспринимается может быть у вас харизма такая артем из твери спрашивает неуверенности за нежная самооценка одно и то же неуверенность эта часть за нежной самооценки потому что это поведенческой категории это артем когда вы стесняетесь разговаривать когда вы стесняетесь проявлять себя реализовывать да но кроме этого неуверенность если другие проявления самооценки вот сергей из томской пишет коротко и понятная толстые бедные в смысле мало зарабатываю но то что сергей вы в смысле мало зарабатываете бедный понимаю как это в толщине какой имеет отношение не очень правда что собственно и зеркале фото по разному занимается самим собой другими людьми спрашивает лёля да а вы знаете я сейчас вспоминаю есть очень интересные прости нас стать и слушает учителя им это будет очень полезно я это видел в израильских школах там есть там и думаю не только в израиле существует там принято уже даже в начальной школе просить в конце года детям оценить себя то есть написать сочинение о себе ну какой я как и себя воспринимаю и предлагается всему классу написать сочинение про каждого из детей в классе и потом ребенку дается его собственное сочинение это что о нем пишут другие это настолько корректирует замечательный самооценка это нереально эффективно я когда первый раз увидел я был просто в шоке то что очень несложные процедуры и очень эффективные потому что мы себя воспринимаем каким-то определенным образом и особенно в детском возрасте на нас влияет как там родители относятся там окружающим и не очень понимаем и можем себя оценить у других людей завышенной самооценка они себя вот так вот видят и когда ты читаешь то что ты о себе думаешь а потом ты читаешь то что тебе еще 20 человек пишут они же тоже все разные пишут то ты начинаешь постепенно если у тебя есть рефлексия то есть способность анализировать себя у тебя начинается коррекция этой самой самооценки и ты начинаешь адекватно воспринимать себя и окружающий мир екатерина ирина из екатеринбурга пишет коллега написал на зеркале другие не лучше но у него такой негативный взгляд на жизнь хотя и смешно владимир 26 лет санкт-петербург у меня всегда было такое ощущение что окружающие смеются надо мной или я как-то нелепо выгляжу а девушки никогда не хотели иметь со мной серьезных отношений скажите как с этим можно бороться владимир я вначале программы сказал что это заниженная самооценка имеет конечно же свои истоки вряд ли грудной ребенок имеет заниженную самооценку для того чтобы понять почему у вас такое ощущение надо попытаться вспомнить если вы не можете сами то может при помощи психолога когда это началось что послужило катализатором занижение самооценки почему вы у вас такое ощущение и почему так ли на самом деле что над вами смеются и девушки не хотят с вами иметь отношения или это уже следствие вашего поведения и вашего взгляда на окружающих сказать трудно но я вспомнил связи с вашим сообщением классическую историю про она она такая они написал фрейд это его пациентка она к тому времени когда попала на прием фрейду и было же за 50 лет она страдала привлечем ног и передвигался в инвалидном кресле уже очень много лет и она просто сказала что от меня паралич ног я не могу ходить и вот являясь инвалидов колясочником и фрейд с ней достаточно долго работал в те годы когда еще фрейд сам практиковал у него ходила и 2 и 3 даже пять лет на одного пациента но он не лечил он кстати находился в переписке с академиком павлом и у павлов когда брал такие ситуации тут те же при лечи он там вытягивал в воде с нагрузкой ноги такие делал всякие физические действия фрейд как известно занимался психоанализом он разговаривал с этой пациенткой и они в этой в психоанализе этом дошли до такой истории который она естественно не могла помнить уже в 50 лет она попала в первый раз и было и не помню 15 лет по моему ли 16 на свой первый балл или говоря с современным языком на первую дискотеку она очень волновалась это был первый выход свет вы уже догадываетесь да что было дальше она была в страшном напряжении и она споткнулась во время танца да ничего не произошло она встала продолжала дальше танцевать в какой-то момент у нее это напряжение прорвалось когда она споткнулась потом эти танцы закончились она вернулась домой были еще баллы и много что в жизни было но у нее постепенно не на следующий день и через месяц и даже не через год а в течение долгого времени постепенно начали слабеть ноги и терять чувствительность и так дошло до того что она вообще перестала ходить и пересела в инвалидное кресло это очень сложно и мне легко об этом разговаривать вы можете взять почитать фрейда достаточно доступно все описано короче говоря он вылечил ее она пошла вылечил потому что он дошел в этой беседе до психотравмы это психотравма была еще раз пережито пациенткой и она от нее избавилась но это такая классическая история из практики фрейда достаточно как бы не сложные для восприятия хотя это сейчас легко постфактум говорить потому что не фрейд не знал почему они паралич не она не знала для этого потребовалось несколько лет чтобы наткнуться на эту причину я это к чему владимир вам рассказываю что была какая-то причина из-за которой кто-то над вами посмеялся и вы болезнь на это восприняли или может быть это происходило в течение какого-то времени и что называется нервы сдали и потом в мозгу закрепился стереотип отношения к себе ощущение от окружающих если вы сами состоянии как бы заняться становится самоанализом вспомнить попробуй если нет психологу татьяна доброй ночи доброй ночи москвы и у меня достаточно много лет и я чувствую себя в семье прислугой потому что я из не очень обеспеченной семьи а муж у меня из профессорской семьи и в результате он перекладывает всю работу на меня перекладывал всю жизнь вот хотя по жизни вот я двое детей вырастила какие-то такие вот достижения некоторые есть в общем то мне кажется что меряют мои достижения вот ко мне применяется линейка по происхождению а между собой не медит свои достижения вот по достижениям хотя у меня достижения выше чем вот в их семье я получил квартиру я вырастила двоих детей сейчас у меня муж сильно болен я его содержу я выучила детей дала выше образованием в общем основном на мои деньги я зарабатывала но тем не менее вот отношения все равно какой-то вот вопрос чем татьяна как мне побороть вот я в результате тебя низко чувствую и хотелось бы как вот меня побороть такое ощущение в тени вы знаете в этой ситуации ваш это очень сложно потому что ваш муж болен если он был здоров и молотов был гораздо проще дело в том что вы сами таким образом рассказываете что выходит что вы сами в эту игру что ли включили с самого начала вы говорите что да я муж из профессорской семьи это же ваши слова да я и семьи там не менее благополучно решили более простой получается это на у меня образование 3 класса и да то есть это ваша же точка зрения на ваши же собственное происхождение то есть вы сразу включились в эту историю и дальше все пошло по накатанной вы уже начали жить с вашим мужем как профессорским отпрыском нет вы знаете я это осознала несколько позже вначале это было влюбленности я абсолютно не чувствовала этой разницы поначалу абсолютно нет вот у меня было хорошее образование я училась там и лучшим математической школе в москве то есть у меня потенциал было изначально достаточно хорошие муж ваш задавил что произошло свекровь очень меня не воспринимала давила а он очень любит поймать и в этом выборе между вами матери я понимаю понимаете татьяна сейчас это очень сложно сделать ваша ваш муж человек больной над ним как бы глумится что называется рука не поднимется но вообще если вот такая ситуация возникает и без там патологии никто не болеет и не умирает а все молодые и здраво то вы просто говорите сами себе сначала то что какая очень распространенная ошибка в этих историях да люди декларируют окружающим что я на самом деле не такая я сделаю там это 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 я вообще выше тебя и так дальше это глупо почему потому что надо сначала договориться с собой надо во первых сказать себе что какая разница у кого какое происхождение важны собственную тоже об этом упомянули достижение это принципиально не кто из какой семья туда сейчас помним с какой семье общая михаил ломоносов вышел это первое второе когда вы с собой уже договорились то есть у вас у самой нет противоречий вы сами не завидуете детям из профессорских семей вы сами не считаете себя ущербны от того что вашего отца три класса образования то есть вы для себя это проблемы решили дальше вы уже начинаете меняться даже ничего не декларируя вы отказываетесь что-либо делать если вы считаете что это до вас унижает вы пытаетесь выровнять отношения и вот тут когда вы сталкиваетесь с тем что другая страна к этому не готова то есть ваш муж через там вашу свекровь от вашей татьяны ситуации продолжает вестись я скажем так несколько по-барски и свысока по отношению к вам вот тогда просто жестко ставите вопрос или мы с тобой на равных или мы с тобой прощаемся но в ситуации когда уже прожили целую жизнь в семье у вас двое взрослых детей и больной муж я бы такому экстриму не стал бы прибегать ограничился бы хотя бы первой частью и договорился бы с собой потому что вы таким спокойствием сказали муж из профессорской семьи и ничего сначала не сказали про свою семью то есть чувствуется что какая-то психологическая проблема происхождения она у вас существует и сейчас потом в процессе нашего разговора вы упомянули там о том что отца три класса образования это я говорю потому что вы сами этого стеснялись чем мы спровоцировали такие взаимоотношения в семье остальное как бы доделал уже на ваш муж поэтому надо договориться сначала с собой если и дай бог что ваш муж выздоровел если он на ноги встален тогда с ним можете поговорить уже на равных пока он больной я пока не вижу большого смысла с больным человеком вообще выяснять отношения но как бы это что называется больше похоже не на повышение самооценки а на сведение счетов будет она добрый ночи добрый ночи я хотела выключите пожалуйста значит у меня такой вопрос вот начать я наговорила потенциально вот не всю жизнь говорят о потенциале потому что у меня такой большой о том что вот я такая вся прям грех я не не осознаю свой потенциал но я хочу сказать что я с тобой то уже договорилась то есть я не вижу никаких проблем но у меня нет нет ощущений что я должна куда-то стремиться сейчас у меня возникает вопрос а это какая-то уже спартная манипуляция когда давай давай период вот она морковка потенциалы предчувствовать не обманула извращенной ситуации получился очень интересный звонок статья не получается такая история интересная с одной стороны чека как как бы позитивно настраивают ему говорят что у тебя есть потенциал это прекрасно когда человек вообще говорят что он там намного и способен что он весь такой красавчик и все у него получится и умницей то все замечательно и человек мотивирован тем что у нее есть потенциал и он начинает себя реализовывать тут выясняется правильно а не сказала что это не позитивный настрой человека на позитив извините за савтологию а это морковка который все время как в известной карикатуре когда заяц бежит а за ним едет чек с июня такая на палке то морковка висит и сколько заяц не березу ну как эту морковку не достанет что вам говорят не я таня это уже не потенциал это что не дотягиваешь так можешь потенциалом как все же не прожить не раскрывшись и этот потенциал становится чем тоже негативным прям противоположным типа ты могла бы но к сожалению вот и один потенциал и остался на этот талант зарытый в землю там нереализованный гений и так дальше это просто стала противоположностью это уже конечно манипуляция как можно но с собой главный вы договорились это прекрасно и первая часть проблемы решила теперь вторая часть надо сказать людям которые с вами так поступают что вы знаете меня все нормально со своим потенциалом я как бы разобралась я такая какая есть не надо от меня ожидать потому что здесь проблема в том что когда человек на это настраивает он какое-то время двигается когда он в своем понимании достигает того что он хочет а другие еще что-то не поняли то это называется проблема как бы разочарование в ожиданиях то есть они от вас что-то ждут а вы этому не соответствуете вы можете сказать друзья мои ждать ничего не надо все свободно я уже что хотел и сделала поэтому дайте тему за потенциалом просто закроем владими рассказания я очень завистливый человек постоянно сравнивать себя с другими но самооценками очень высокой переходящей высокомерия все принимаю слишком близко к сердцу что делать но во-первых вторая часть вопроса насчет принимающих близких сердца владимир думаю вы не совсем правы и в трактовке своей самооценки если человек завистливую не может быть высокой самооценки по определению ведь в корне зависти есть две вещи первое сравнение себя с окружающими в чем здесь проблема сравнивать себя можно только самим собой ваше достижение это то что вы ваш прогресс по отношению к себе там в худшем статусе не надо себя сравнивать с другими никогда обычно этим грешат родители и родители вводят в сознание ребенка сравниваю с другими детьми и со самые противные со своими же братьями и сестрами не дай бог что вот идею неполноценности идею сравнения в худшем смысле то есть ты хуже другие лучше и второе это недовольство собой потому что зависть смысл ее в том что у кого-то что-то больше лучше и так дальше да то есть у вас это соответственно хуже и меньше поэтому здесь надо просто переосмыслить что на самом деле проблема действительно самооценка и она к сожалению не завышенная заниженная и очень сложно но необходимо избавиться от ощущения зависти потому что люди испытывающие зависть они живут знаете с ощущением что жизнь проходит мимо и стороной и кусок что называется мимо рта проносит поэтому вот так тоже касается там приятие близких сердца тоже другой разговор игорь здравствуйте михаил вот интересно звонят вам исключительно женщина очень мало мужчин женщин намного больше опишут мужчины больше чем женщины видимо женщина не знаю более менее шари закомплексованы более открыты для обсуждения здрасте михаил пишет игр если откровенно в свои 26 меня не было секса и не умеет целоваться в случаях когда ситуация была близкая к интимам панические избегая связаны ли это самооценкой игоря тоже не самооценка это же с психотравмы связано у вас видимо есть страхи определенные из-за которых вы 26 годам у вас не было секса и вы видимо даже не целовались или то что происходило в качестве поцелуев принесла вам разочарование при том не то что девушка с вами не так целовалась а то что ли кто-то вас обидел сказав что вы плохо целую щекает проблема возникла психотравмирующие за которой дальше как цепная реакция пошли психологические барьеры сексом андрей 20 лет и зорска у меня маленький член 12 сантиметров при росте сто девяносто три сантиметра как увеличить самооценку простой вопрос с простым описанием андрей ваш член не считается сексологами маленький потому что считается нормой как раз величина пениса 12 сантиметров состояние эрекция вы в эту норму укладываетесь маленькими пенисами считается пенис как раз меньше 12 сантиметров то что вы может быть думаете как ребенок что если у вас рост по 2 метра то у вас и пенис должен быть метровый то это из области сексуальных фантазий потому что рост может не иметь никакого отношения только к размеру пенису даже к размеру ноги как известно у достаточно высокого петра первого размер ноги был по моему то ли ты леча сворачьи не буду 40 или 41 или даже чуть не 39 не была маленькая нога относительно его рост это никак не связано а пенис у вас в пределах нормы находится станислав доброй ночи доброй ночи и все ну здравствуйте михаил я хотел бы поинтересоваться вот у меня как мне кажется есть может быть вот это самое занижное сломаться а может быть вы не уверены ну как то под этим подразумевает а вы выказали приемника мы сейчас попробуем разобраться память какие-то во время разговора так почему вы так думаете расскажите что вас может быть заниженной самооценка неуверенность в принятии каких-то решений вы можете конкретный пример описать пример ну самый который первый пришел в голову из-за которого я собственно и позвонить хотел это тянущиеся детства неуверенность когда подходишь к девушке почему-то кажется что она откажет уже подходили я хотел под примером что-то конкретное что же вы сделали не мысли я подойду она мне откажет да я подошел и тут же получил по голове например это было или она сказала мне уйди урод что-нибудь можете вспомнить это было так сказать из юношки на той же дискотейке подходил девушки где она просто подошел на танец она сказала нет у меня парень но я точно знал я жил достаточно как то есть вы думали что у меня нет парня ну деревня там практически всех все знают и она так сказала неправду в общем-то она сказала за ведомую неправду таким вот образом но давайте разберемся с этой ситуации я люблю когда есть конкретные примеры есть что обсуждать ну во первых девушку вас гуманистка она нашла даже такой приличный повод вам отказать сказав что не вы не подходите они парень есть и по нам с удовольствием и парень есть теперь самое главное что проблема которая возникла после отказа это собственно страх перед отказом она в общем-то проблемой не является а почему собственно эта девушка должна была вас захотеть вы должны обязательно были понравится и так дальше я уже как-то рассказывал что люди так устроено что кому-то кто-то нравится кто-то не нравится вам девушка понравился вы и нет это нормально я более того уверен что есть много девушек которым нравитесь вы и которые не нравятся вам и и это совершенно не повод для того чтобы снижать свою самооценку переживать из-за этого или чувствовать себя как-то ущербно этот я прошу прощения надо просто понимать надо принять ситуацию что жизнь так устроена что мы не всем нравимся нам не все нравится на самом деле правда и если вы подходите к девушке то как любой мужчина вы должны понимать что там процент отказов достаточно высок это ни от чего не зависит будь выписанным красавцем или там последним уродом от вам могут как бы таскать благоволить или отказать от настроения от того что вы не тот психотип или внешний тип который это конкретно девушки нравится от того что она не свободна от того что у нее есть парни вообще любит другого вообще на замужем и она вообще не в том состоянии она не хочет знакомиться и так дальше да вы замучаетесь ломать себе голову почему отказали если вы просто примете это когда нас вы даже все не будете ломать голову но я хотел познакомиться меня что войс отшили я пошел дальше и познакомиться еще с кем-нибудь там рано или поздно кто-то ответит вам да но вы знаете так проблема не решается вы не можете перебирать одну за другой девушка потому что вы изначально уже напряжены вы переживаете у вас уже существует страх который выражается и вашем поведении и в манере разговаривать и это очень отталкивает потому что если вы хотите познакомиться должно быть весело легко и свободно девушки существа пугливые и когда они видят молодого человека с напряженной внешностью который с трудом говорит то они просто могут пугаться еще помимо всего прочего а стой видимо школьной дискотеки вот этот страх перед отказом закрепился и сейчас это является проблемой когда приходит ко мне в консультацию с такой проблемой это помимо того что мы пытаемся понять истоки я всегда прошу к следующему разу но чуть ли не телефон девушки то есть не надо чтобы человек преодолел хоть как хочет как как может себя и попытался все-таки познакомиться мы стараемся выбирать наиболее щадящие ситуации когда это происходит там среди хотя бы знакомых но каждому человеку индивидуально что-то кажется труднее что-то проще но обязательно должна быть некая практика вы обязательно должны что-то сделать и когда вы у вас начнется и самооценка повышаться вы научитесь разговаривать и насчет страх уходить если просто об этом теоретизировать это мало что даст продолжаем разговаривать о заниженной самооценке геннадий из краснодара пишет у меня не получается повысить самооценка потому что мне не удается познакомиться женщины я им не нравлюсь они хотят со мной встречаться и основа начиная себе плохо думать геннадий вы сами себя загоняйте в замкнутый круг сочет не удается познакомиться в каком смысле они разбегаются или что или вы как я предполагаю скорее всего до этого просто не доводите не доходите на то что познакомиться я могу дать мужчинам совет достаточно простой вам гораздо легче будет познакомиться с той женщиной или девушкой которые сама на вас хотя бы метнула на секунду взгляд потому что так устроены взаимоотношения полов что мужчина как правило реагирует на тех женщин которые реагируют на самих мужчин поэтому если вы чувствуете или увидели что девушка вас посмотрела ваши шансы как это сказать благополучного исхода знакомства резко повышается если женщина там принципиально отворачивается к вам тылом то не старайтесь развернуть их себе лицом как бы усложните ситуацию будет гораздо труднее сделать да в общем-то и не нужно а если девушка вам что называется подает сигнал сама попытайтесь открыть рот и что-то ей сказать но как я уже сказал то делать легко и весело это нельзя сделать натужно дмитрий пишет хачатурова татьяна звучит как песня мы татьяна сколько у вас а по моему красиво звучит татьяна рафаэлова лучше чем мария иванова подпись панк для маривана кстати красиво звучит лилия например я директор фирмы вызывая сотрудника спрашиваю мне большой нос мне говорят у меня очень красивый нос но я же вижу что картошка из горбинкой и на это вы начинаете уже капризничать потому что спрашивается зачем вы вызываете директоры вызываете сотрудников и спрашивайте если вы заради не согласны всем что они скажут марина из уфы 45 лет пишет я болезненно реагирую напоминание о возрасте я уже об этом в одной из передач объяснял марина к сожалению чем болезни не реагируете на свой возраст тем по старше выглядите если вы не болезненно реагировали вы просто молодели бы лет на 20 аркадий правда ли что человек что чем человек больше разве тем он более критичен к себе тем ниже самооценка толстой кажется писал что то что человек из себя представляет это числитель дроби а то что он о себе думает знаменатель до толстой писал но это не имеет отношение к критике я имею ввиду развитие человека разгарщик не для того развивается чтобы к себе критичнее относиться я даже думаю что человек вообще развивается очень часто в поисках какой-то гармонии по отношению к себе и окружающему миру и в этом смысле его развитие это его способность ужиться с собой принять себя и люди развитые они в принципе могут понять себя и принять себя хотя надо сказать что невротики люди к себе невротично относящиеся к сожалению себя принять не могут но это вопрос не развития а невроза евгений из копейской пишет истинной самооценкой величина перемены определить ее невозможно евгений абсолютно с вами согласен но мы об этом говорили но не совсем так если мы говорим о том что девушка смотрит на себя в зеркало и не плохое настроение и в понедельник она себе не нравится а уже во вторник она просто от себя без ума потому что не классное настроение то мы говорим о каких-то переменных величинах но если вы себя как человека оценивать вас должна быть какая-то стабильность самооценки поэтому мы вполне возможно ее определить и не все переменно есть какие-то базовые вещи вы себя считаете человеком там реализовавшимся состоявшимся вы в принципе себе нравитесь вы говорите что у меня нормальная внешность там нормальная не зная фигура я нормально разговариваю я достаточно таскать развит умен и так дальше вот в чем проблема вы когда это говорить это вы себя оцениваете в некоем социуме как только вашей жизни появляются люди выше вас в чем-то вы начинаете уже переоценивать то что вы только что про себя говорили для этого друзья мои я возвращаю вас к слову самооценка она состоит из двух корней и предполагает что первый предполагается корень сам 2 оценка и вы себя оцениваете сами то есть это не вы относительно других людей все-таки относительно себя самого и когда евгений вы будете оценивать лично сами себя ваша самооценка не будет величиной переменная будет вполне стабильный мария доброй ночи здравствуйте скажите пожалуйста я хотела спросить я никогда не могла найти какую-нибудь приличная работа несмотря на красные диплом экономические два иностранных языка даже музыкальное образование всегда вот на самый минимум что вы имеете ввиду пример ну или например библиотеки за две копейки какой-то зачем вышли с красным дипломом о высшем образовании в секретаре ли библиотек я тоже не очень понимаю шучит не могла найти но с улицы что никуда вот вот мария вот вы сейчас пытаетесь вот мы сейчас вместе поймем почему так потому что вас есть предубеждение что с улицы никуда не берут я правильно понял но в принципе это так и есть вы так думаете да и всегда было а знать как я на радио попал нет с улиц меня никто за руку не приводил а дальше уже от меня зависело я попал на радио мне дали одни одному сначала вместе с человеком привести эфир потом посмотрели как он это было много лет назад лет нам 15 назад пробоваться до тех пор пока что слушать и я на телевидении пришел лет на 18 назад вообще не представляю как телевизор устроен как работает электронно-лучевая трубка других еще не было но не га это там ты кто-то что-то на психолог но и дальше что мы стали разговаривать но там а что-то можешь сделать и так постепенно когда вы что-то можешь сделать но дай дай попробуем дай что-то сделали а как вы себе представляете что позвонил министр культуры искала надо лапковского на работу принять что ли мария вот дать и вот это и есть проблема да вы не верите в себя вот вот как занеждая самооценка влияет и на успешность в работе вы считаете что на работу можно попасть там или по облату или уж точно не с улицы а если это не так то тогда я пошла работа библиотеку ну тогда я буду жаловаться штамп платят две копейки заплаты круг получается поэтому люди которые в себе уверены которые вот у вас красный диплом это объективный показатель того что в главе у вас все в порядке и вы хорошо соображаете значит вы должны прийти но это отдельный разговор про работу ко мне с этим люди тоже обращаются мы вместе пишем резюме я помогаю людям пережить эти собеседования и те из них кто адекватно оценивает себя и свои перспективы получает примерно в течение трех месяцев то что они хотят поэтому я вам хочу сказать что вот вот она ошибка с которой многие приходят они говорят а как с улицы притом речь идет о каких-то крупных компаниях серьезных типа там вообще одни блатные все работают так дальше вот кстати их и москвы в этом смысле абсолютно открытая радиостанция наташа который здесь работает уже почти 15 лет может вам рассказать как сюда попавали все и кстати самый венедикт а в свое время работал с тем наташа он работал редактором или что он корреспондент обработал опять работает уже много лет главным редактором и до этого вообще в школе работал 5 радиостанции школы да это почти что с улицы поэтому это от человека зависит или чек в состоянии что ему сделать то дальше и он себя верит у него получается а если он начинает у нее подход такое что я с улицы ну тогда надо действительно эти библиотеку что я могу сказать юля не знаю почему но я не могу с этим бороться просто характер очень мягкий человек и все на мне ездит вообще сильно зависит от мнения окружающих бою сделать что-то не так покраснеть а даже маршрутки не называя остановку свою жду когда скажут другие могу даже проехать свое в школе боялся в этих доске и говорил что не знаю предмет получал два спасибо юля да не за что юля очень грустную историю вы рассказываете здесь все намешанные страхи и застенчивость стеснительность и не просто заниженная очень низкая самооценка да с этим нужно работать юля потому что скорее всего вас кто-то в детстве сильную я бы сказал переехал даже не могу сказать там задавил потому что если вы у вас еще в школе это была проблема то сейчас у вас вот такая просто психосоматика вы цепенеете когда вот вы говорите не могу назвать свою остановку уже язык не поворачивается во рту открыть рот дать когда человек хочет крикнуть и у нее там ничего из рта не выходит правильно вы понимаете что тут делали в том что вы мягкие вас на все ездят а то что вы зависите от окружающих не хотите с ними там быть в ссоре хотите быть лояльны ко всем хотите чтобы вас любили принимали поэтому на вас собственно ездят и все остальные проблемы произвольно производно от этого но это абсолютно решаемые проблемы или психологической проблемы не самых тяжелых сергей часто общаясь профессиональными психологами недавно надавали разных серьезных не как в газетах тестов на самооценка самооценка по некоторым тестам в норме по некоторым вплотную приближается к неадекватно завышенной но по самоощущениям и главный по поступкам по поведению самооценка моя не столь высока дело в тестах сергей значит тест имеет валидность валидность от соответствия действительности самые высокие профессиональные тесты имеет валидность 775 процентов они это же значит не сто процентов опять дают гарантии во вторых тесту нужны для подтверждения что ли того что психолог думает для подтверждения диагноза у вас может быть самооценка нормальная но ощущаете вы себя некомфортный в этом проблема вот не алекс подсказал хотя и с ошибкой красавчик дэлфи алекс но туда же я вспомнил красавчик альфи его звали алфи я имею ввиду фильм джудом лоу о котором я упомянул дмитрий москвы слышал что самооценка либо занижена либо завышен что середина почти не бывает правда ли это и как понять адекватно ли ты себя оцениваешь считаю что оценивать себя чуть занижена но считаю что это не не мешает знаете дмитрий нет не совсем так есть слава богу люди с адекватной самооценкой думаю в кругу ваших друзей и знакомых таких много вы достаточно как и большинство из нас других людей замечательно мы все умеем оценивать других раз проблемы с себя оценить мы знаем кто у нас такой застенчивый и робкий и заниженной самооценкой кто у нас мания величия который как известно является оборотной стороной заниженной самооценки но также есть люди вполне адекватные и таких тоже достаточное количество мы слушаем ольгу добрый ночью ольга добрый ночи скажите пожалуйста я хотела бы спросить а как может так интересно получается что с одной стороны я вроде бы всегда была достаточно в себе уверена то есть по работе у меня всегда были весна большие успехи а вот в личном плане у меня достаточно было неудачно первый брак я ушла от мужа и вот теперь со своим гражданским мужем все время получается так что вот он считает себя подарком причем вот именно так и говорит вот я подарок какие-то насчет может хотеть подарки когда я сам для тебя подарок а вот у меня совершенно нет такого ощущения несмотря на то что вот успехи у меня как раз женщина валит очень хороший звонок дело в том что к сожалению жизни у большинства людей действительно очень жестко разделена на самореализацию скажем в карьере до или в зарабатывании денег и в личной жизни это абсолютно разные сферы жизни более того вам скажу как правило люди очень неуспешные в личной жизни добивается но не человеческих просто высот в своем статусе в своей реализации рабочие так дальше и ко мне очень часто обращаются люди а но более чем реализованные социальной сфере в материальной в конце концов сфере с таким уже более чем серьезным статусом абсолютно несчастные в семейной жизни даже себя не состоит в браке как правильно писал на фрейд это уход от проблем личной жизни в карьеру в самореализацию в там в творчество в трудоголизм очень часто как-то это связано между собой что когда у человека не складывается то что мы называем личной жизнью он естественно становится поглощен работой при этом это еще возникает даже в детском возрасте дети которые не пользуются поддержкой одноклассников даже еще в младших классах уж тем более в средних в средней школе они начинают учиться их обзывают ботаниками у них все получается они замечательно учатся их не любят очень часто другие дети у них заниженная самооценка и чем она у них ниже чем они менее востребованы чем у них хуже и их взаимоотношения и с друзьями и с противоположным полом тем выше их карьерный рост это к сожалению правда но пришлось к сожалению да тут проблема может решаться на нападет на решаться ущерб карьере не все будет готова кстати принести себя в жертву мысли не себя принести свою карьеру жертву адекватной самооценки это правда а возьмите практически всех политических деятелей а в них да не самым лучшим образом из своя как бы биография не самая такая благополучная личная жизнь очень часто проблемные но зато они достигают вершин там в руководствах компаниями фирмами государствами это правда это существует юлия 25 лет пишет папа обзывал урод говно и так дальше повзрослела с ненавистью к себе самооценки никакой хочу попытаться полюбить на по противно или но лучше все-таки это сделать преодолев эту противность потому что противном случае вы будете все время расхлебывать взаимоотношения с папой зачем же так драматизирует свою жизнь если можно от этого избавиться сожалению если говорить откровенно те истоки заниженной самооценки которые были в глубоком детстве от родителей с ними тяжелее всего бороться почему до определенного возраста у детей не критическое отношение к родителям и вся информация которая не получает от родителей они и не осмысливают не анализирует они ей не противостоят они с ней не могут бороться дети просто воспринимают вот как чистый лист на котором что-то пишет и это уже переходит в подсознание если взрослому человеку сказать то что вам говорил ваш папа от него можно и по голове получить а когда такое говорится ребенка маленькому то ребенок действительно себя начинает так воспринимать и он считает что вот это дерьмо как о нем говорили родители это он собственно и есть он не понимает он не может даже обидеться потому что он тон-то с этим как бы вырос и очень сложно оторвать человека от его даже не его навязаны ему оценки себя я все время это ирина 16 лет чувствовал себя неуверенность среди сверстников был барьер в общении но этим летом я впервые поехал летний лагерь поначалу чувствовал дискомфорт а потом он пропал сейчас проблем с общением нет клин клином вышибает ревнула еще и повзрослели константин за москвы тоже пишет что не может подойти познакомиться женщины боится грубости до чем говорить не знаю а когда женщин очень понравится вообще все пропадают краснею потею и заикаясь а не 37 лет дело в самооценке не только в самооценке константин делающие в страхах мне просто стыдно что мне 25 лет и я еще не умер сергей из москвы но это сообщи какие-то же патологические суицидальная идея сергей василий пишет обожаю волосатых девушек дайте номер не защитила докторской на имеет звание профессора мета угнетает хотя себя правду мясе и внуков но я работаю проектором и мне плохо иногда с уважением его и надо с собой договариваться надо себя принять и ирины скотельбурга пока делал знакомым англичанкам тоже все бреются успокойтесь дамы я слишком красивым не эти вредит в толпе и заметно лучше быть обычно пишет они такая ли проблема заниженные самооценка мне проводят попадается много людей с явно завышенной самооценкой по моему процент идет у средних намного больше снеслав с петербурга вы знаете станислав страдает и те и другие поэтому лучше иметь завышенную самооценку чем заниженная наше время подходит к концу мы еще будем возвращаться к этой теме вы молодцы что откровенно поговорили потому что для многих наступило облегчение даже от того что человек просто сказала себе что да я от этого страдаю я прощаюсь с вами пока